Хочу тему продолжить. Учебный год закончился, но некоторые уроки еще необходимо провести. Детский травматизм и смертность в период каникул – серьезная проблема, а профилактика – важнейшая задача. Про гидроножницы, увлеченных детей, прошлогодних уточек и учения служб, которые отвечают за спасение жизни, расскажет Роман Макропула. Подозрительно людно было у одного краснодарского водоема. Что, конечно, неудивительно. Жара наступает. Правда, собравшиеся здесь не для увеселения, а для тренировки и обучения. Лучшие представители жизнеспасающих ведомств выстроились у блестящих спецмашин. Здесь и сотрудники МЧС, и медики, и даже водолазы. Но о них позже. Целей у встречи на природе много, но основная одна – проработка взаимодействия всех звеньев этой цепи. Из штабного грузовика слышатся доклады по скайпу, шипят рации. Собравшиеся же в это время делятся спецификой своей работы. По территорию города у нас доезд в течение 10-15 минут буквально в любую часть города. Когда осмотр техники и личного состава был окончен, а планы тренировки определены, появились благодарные зрители, школьники, чтобы поближе познакомиться с работой старших. Я в это время застыл у воды, и из ее глубин шли пузырьки. И это не карпы, а водолазы. Был я здесь ровно год назад, и рассказывал я тогда про уточек. Плавать в них можно, разве что вот этим уточкам. Для всех остальных водоемы несут смертельную опасность. Сегодня расскажу я вам о водолазах, но их пока не видно, потому что они под водой. И они в глубине не прохлаждаются, отрабатывают приемы ориентации в мутной пучине. Себе в науку и детям в радость. Вот уже нашли и подтащили к берегу условно утонувший автомобиль. Не раз горевшая «шестерка» больше никуда не едет. Зато на ней отрабатывают приемы тушения пожаров и в освобождении из нее людей. А на макете человека в манекене школьники с удовольствием отработали приемы искусственного дыхания и массажа сердца. Один сдох, 30, надавливание. Все, молодец. Молодцы. А еще детям рассказали о правилах поведения на воде. На каникулах многие из них поедут в летний прибрежный лагерь или у бабушки в станицу, где могут быть речки или озера. И они должны быть осторожны. Печальная статистика майских праздников сухо и четко говорит. Дети и взрослые тонут. В этом году на воде погибли уже двое. Спасли восьмерых. Еще 13 успели не пустить в опасную воду. 19 водоемов на территории города Краснодара – это повышенный риск. Мы проводим профилактику среди взрослых, но и вовлекаем, конечно же, детей, школьников, для того, чтобы показать именно в реальной жизни те угрозы, которые могут возникнуть летом. А еще для кого-то из сегодняшних младшеклассников спасение жизни может стать делом жизни. Школьники остались в восторге от наглядной презентации, а профессионалы довольны коммуникацией между звеньями и между поколениями. Они нам все показывают, демонстрируют. Особенно им нравится все это пощупать, потрогать, походить. Это все им безумно нравится. И они всем все потом рассказывают, довольны, счастливы, потом целый день ходят. Осталось проверить, как дети запомнили главный сегодняшний посыл. Без взрослых в воду не лезть. Попробуем сбить их с толку маленькой психологической хитростью. Ну что, понравилось мероприятие? Информативное было? Много нового узнали? Будете без взрослых в воде купаться? Немножечко замешкались, но быстро сориентировались. Молодцы! Роман Макропола, Роман Недельский, телекомпания «Краснодар». Роман Недельский, телекомпания «Краснодар».